Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Недавно открывала кофе, что-то как-то не особо оно мне нравится. И я тут купила новый кофе Роткатана, вот такой вот, он классный. Но вообще очень люблю еще вот этот вот кофе, если он у меня встречается, я его также покупаю. В жестяных банках как-то вообще в последнее время не вижу, а вот в такой вот брикетике он бывает. Поэтому решила вот этот открыть, открою его и в общем-то пересыплю вот в эту металлическую банку. А с этим кофе, который недавно открыла, я не знаю почему, как-то не особо оно у меня идет. Что-то по вкусу не совсем понравилось. Ну что, друзья, вы видите, у нас снег, зима подкрадывается. Я, в общем-то, утеплилась в пуховике, в шарке, в перчатках. Вот, видите, снежок, снежок. Я еще на летней резине. Вот, Максиму говорю, когда будем перебываться? Когда будем перебываться, значит, цены на переобуться. На мою машину сказали 2200, на его машину 1200. Вот. Надо зимнюю резину, в общем, нам забрать. И это переобуться в какой-то день, потому что уже, видите, как грустно. Как грустно. Я, значит, приехала, я тут заказывала книги себе и не только в лабиринте. Вот. Продолжаю. Рубин Хобб, значит, сейчас вам покажу, что заказала. Вот. И еще там книги Женя заказала тоже, которую он просил. Ну и, наверное, зайду перерыв. Вот я не знаю, со скольки за скольки. И у нас тут лакомка вот эта вот профитроли, всякая, в общем, вся личина. Вот. Наверное, еще и сюда зайду, если будет здесь открыто. Куплю что-нибудь к чаю, к чаю. А здесь пункт выдачи. У нас тут в магазине лабиринта. И, в общем, там пришло смс, что-то это. Что-то я... Нос у меня что-то, и я чувствую, что что-то... Что-то пошло не так. То ли в бассейне, то ли где-то еще. Ну, не знаю, в общем. В общем, пока вот мне надо там забрать и это. И тут, значит, забрать. Ну, в общем, похолодало. Похолодало вчера прям резко. Сначала целый день шел дождь, потом пошел снег. И вот всю ночь это шло. Утром ведь выглянуло солнышко. Пока тут бегут ручьи и покатает, я на летней сезине решила съездить. Но если мы глянем в тень, в другую сторону. Тут везде лед, понимаете? Поэтому, как говорится, я вот туда и обратно по центральным улицам. Даже не стала вот туда глубже заезжать. Думаю, зачем мне это надо? Сейчас машины рядом станут, надо разворачиваться будет. Я тут поближе к спать. Ну, а что? Что? Как есть, так и есть. Да, вот так вот на Южном Урале, значит, в Телеграме девчонки написали, что в Москве снег, в Екатеринбурге снег. Так что там у меня есть Телеграм внизу, поэтому переходите. В общем, там общаемся. Там общаемся. Так что все именно там. Так, ну что, у нас тут интересного. Тортики. Тортики, тортики. Перероженьки какие. Корочечки. Ну, все подоржало. Значительно подоржало. А вообще, скажу вам, да? Порошки. Все такое. Корочечки. Корочечки. Орешки. Знаете, тут случайным образом заехала на фестивале эзотерики. У нас тут в ресторане Дозари. Тут такие ангелы стоят. Черно-белые. Разные лавочки сувенирные. В ресторане. Здесь, по-моему, аромат лиманграсс, для желтого лиманграсс. Можно вот так влоробную лампу положить. И будет пахнуть, и в шкафчик убрать. На первый заказ 10% скидки. Тут нумерологические расклады. Какие-то другие расклады. Сарома Маслами. Ангелы. В этой стороне тоже активная тусовка. Карты Таро. Демастер Ара. Дали Васильевну. Дадий Васильев. Симфотный. Она, несмотря на снег, приехала, спустилась к нам с гор. Приехала из города Белорецка. Это Юлия Черношейкина. Современная ведунья. Она работает как с энергиями, так и с мышлением. Делает отливки воском. Делает расклады Таро. И сегодня она выступит для Вас с очень интересной информацией. Приветствуем Юлию. Я первый раз пришла на такое мероприятие. За Дианой давно наблюдала. И была на магнетизме. И потом желание огромное быть на фестивале. И вот я здесь. Поэтому я переживаю, я нервничаю. Возможно, что-то буду где-то теряться в словах. Прошу принять меня вот так, как есть. Так же, как говорила Диана до этого, что не нужно бояться проявляться и слышать свое внутреннее сердце. И как раз сегодня я хочу об этом рассказать. Рассказать о своей истории. И почему я пришла к тому, что я сейчас помогаю людям. И вот сейчас у меня запись со мной. Моя ассистент, которая мне помогает сейчас. И у нас там плотная запись, да, прям уже до конца вечера. Хотя я ехала и думала, думаю, будет все так, как оно должно быть. Будет запись? Будет. Не будет? Значит, так должно быть. Вот. Я с города Белорец. Меня зовут Юля. Мне 34 года. И недавно в терапии я проработала, что я была всегда удобным ребенком. Я из тех детей, которые говорят, у меня в детстве не было никаких травм, у меня вообще все супер. У меня все супер. У меня идеальная мама. Выросла я без папы, но меня это никогда не тревожило. Мама мне всегда говорила, ты мне дана как луч цвета в моей жизни, ты такая классная девочка, с тобой никогда нету проблем, с тобой все супер. И вот это удобство для всех я внесла всю свою жизнь, что мне нужно быть удобной для всех. Потом я была удобной для мужа, терпела какое-то не очень хорошее отношение к себе, уходила каждый месяц с вещами, с ребенком, с маленьким. Плакала, потом возвращалась обратно. Муж же, что же, куда деваться? Надо жить, идти, некуда денег нету, надо жить дальше. И вот это удобство, и только недавно я к этому пришла, что действительно это идет с детства, что я была удобной для своей мамы. Я ей очень благодарна, я ее очень безумно люблю, но меня было видно только тогда, когда говорили, ты такая удобная, с тобой вообще проблем нет, с тобой уроки не надо делать, у тебя вообще все классно. И при этом не было того, что я тебя люблю просто, что ты у меня есть, да, за то, что ты моя дочь. К сожалению, в детстве вот таких слов нету, при этом я это сейчас получаю от мамы и очень люблю маму. Вот, была удобная потом для мужа, терпела нехорошее отношение к себе, но была семья, и надо было жить дальше. Разводилась, уходилась. По итогу, не буду рассказывать всю суть, а далее пошло так, интересовалась психология, денег, почему у кого-то что-то получается, а у меня нет. Я выросла в обычной семье без денег, мне никто ничего не дал, а я хочу жить по-другому, я хочу денег, я хочу идти, покупать то, что я хочу, и не думать об этом. Вот так я пришла к познанию себя. Училась я на менеджера, ни с психологией не была никак связана, хотя меня это интересовало. Начала просто изучать себя, изучать свое внутреннее состояние, потом отношения с мужем наладились, и он какой-то другой стал, и он изменился, и оказывается, он меня тоже полюбил. На данный момент у нас, я не скажу, что идеально, не бывает идеальных отношений, но когда я проработала себя, и когда я поняла свою ценность внутреннюю, тогда изменились отношения с мужем. Это я к тому, что многие есть, да, семьи такие, что мужик виноват, вообще все не то, и все он не так делает, а у меня все супер, и я классно. Семью там на себе тяну, а он вот там не слышит меня, и на диване лежит. Начните тоже с себя. Все есть в нас самих, да, если что-то не нравится, сначала нужно заглянуть внутрь себя. Я заглянула внутрь себя, изменились отношения с мужем, на данный момент у нас четверо деток, из них трое погодок, и самый младший год и восемь. Меня это не остановило, спасибо, да, меня это не остановило в развитии, я открыла свой бизнес в Белорецке, я пошла заниматься, учиться, много всему, прошла уже тоже обучение много, до сих пор учусь. Это к тому, что если есть дети, это не помеха, и это только отговорка, что у меня есть ребенок, и мне некогда. У меня четверо, я успеваю, да, есть помощь. Сейчас мне очень помогает муж, он готовит кушать дома, безумно вообще, он сейчас открыл свой магазин с продукцией, только благодаря тому, что где-то я его возвысила, да, и увидела его совершенно другим. Вот, что все можно, главное услышать себя. Я в одной части три года назад увидела обучение на Таро, меня внутри ёпнула, хотя я никогда этим не занималась, и не увлекалась, и не ходила там кому-то на какие-то расклады. Я просто увидела, тогда третьему сыну было, еще не было года, и сказала мужу, муж сказал, ну поехали, раз надо. Мы уехали на машине за 300 километров в другой город, я три дня обучалась на Таро, ходила, муж сидел с ребенком, и вот так я пришла в тему эзотерики. Потом мне стало интереснее делать какие-то ритуалы, мне заинтересовались отливки, мне все это было так безумно интересно, мне так хотелось этим всем заниматься. Но у нас же не принято в обществе заниматься чем-то другим, тебя же не примут и будут тебя называть не знаю кем. Я проходила эту стадию очень сложной, я прохожу ее сегодня. С новым инсайтом была здесь, и думаю о том, что оказывается, блин, можно оказывается быть там, где тебя принимают, и там, где все это принимают, да, то, чем ты занимаешься. Для меня это сегодня мое новое перерождение, и мое выступление сегодня связано с тем, что я хочу заявить этому миру то, чего я очень боюсь заявить. И сегодня при вас это мое признание себя, наверное, что я ведьма и хочу этим заниматься, и мне это безумно все нравится. И смотрела, что у меня по раскладу, надо мне уходить или не надо, или надо жить дальше. Потом я отливала себя воском, отливала детей воском, отливала мужа воском. Я делала по себе полный разбор, уже когда я этим всем занималась, я сделала себе матрицу судьбы, и у меня все это идет по роду. Магия, эзотерика, психология, работа с мышлением. Я к этому пришла, не ища этот ответ, да, у кого-то. Сейчас у нас современный такой мир, где это кто-то может подсказать. Но я пришла к этому, слыша себя и свой внутренний голос. Я хочу просто вам дать чуточку, вот эту частичку какой-то мотивации, чтобы слышать себя, не идти против себя. Если хочется чем-то заниматься, то изучайте это и занимайтесь. Да, страх не принятия кого-то. Я тоже через это проходила и прохожу до сих пор, и мне не страшно об этом заявить. Да, мне классно то, чем я занимаюсь, у меня крутые классные результаты, классные результаты моих клиентов, кто со мной в работе. Значит, я могу помогать другим. Если у меня четверо, почему я еще к этому пришла? Четверо детей, да, я работаю, развиваю бизнес, тут веду в Инстаграм активно блог. Я говорю, блин, если у меня это получается, а у многих это не получается, значит, я могу дать чуточку своего опыта и своих знаний кому-то, кому это требуется. Вот так я пришла в то, что я начала работать с клиентами, что ко мне начали записываться, видя вот эти мои результаты. Вот, и к тому, про признание ведьмы я сказала, для меня это было самое главное, выступить на сцене и сказать об этом. И, что очень важно в наше время, принимать себя такой, какой мы есть, да, такими, какими мы есть, и не жить навешанными вот этими шаблонами общества. Что принято делать, что не принято делать, а что хорошо, а что плохо. Нету ни хорошо, ни плохо, все нормально и все классно для каждого по-своему. Это вот главное, наверное, то, что мне хочется сказать для всех, что делайте то, что хотите. Ну что, я хочу вам показать книги, которые я забрала в лабиринте по своему заказу. Значит, вы знаете, что я читаю книги Робин Хобб и сейчас, в общем-то, в прочтении саги о живых кораблях третьей книги. И получается, что у нас вот эта сага, этой книгой и заканчивается. Дальше будет сага о шуте и убийце, которая будет состоять из трех книг. Миссия шута, золотой шут и судьба шута. И вот как раз-таки я решила собирать следующую такую трилогию. Как вот здесь дальше про хроники дождевых чечен говорит, здесь уже четыре книги будет. Значит, сейчас на лабиринте, если раньше я, допустим, заказывала по одной книге, вот, и была бесплатная доставка, то сейчас на заказы от двух тысяч рублей бесплатная доставка. И вот заказала я первую книгу, значит, это из миссии шута. Значит, здесь вот эта часть убирается бумажная. Этот цикл будет интересен, кто любит фэнтези, независимо от пола мужчины и женщины. Будет интересно, значит, кто любит типа такого, типа Гарри Поттера. Значит, еще там разных таких схожих циклов. Вот, ну, в общем-то, книги, кстати, я хочу сказать, что потоньше, да, если здесь у нас про живые корабли, все книги вот такие толстые по 900 страниц, то здесь достаточно меньше страниц получается. Вот, три будет книги в этом цикле и, в общем-то, буду продолжать собирать. Я пока тут, так скажем, на прочтении где-то сто с чем-то страниц, 113, шрифт мелкий. В общем-то, плавно-плавно двигаюсь. Следующее, что еще у меня тут в заказе было, это уже не мне. А это, значит, вот такой вот автор, Александр Мазин. Значит, это тоже только историческое, получается, фэнтези. Вот такие вот книги Александра Мазина. Здесь у нас, получается, Варяг сквозь огонь. Вот фэнтези. Потом дальше серия, получается, Викинг. Это Гнев Севера и Кровь Севера. Так вот выглядит издательство тут у нас. Феникс. Так, а здесь какое-то, похоже, другое издательство. Вот это тоже Феникс. Только оформление другое. Не знаю. А, это Эксмо, кстати. Это Эксмо, а это Феникс. Вот. Кто что, в общем-то, читает. Кто чем интересуется. Вот на этот раз такой у меня заказ, в общем-то, из лабиринта. Поэтому потом уже думаю, что закажу как раз-таки несколько книг, чтобы была бесплатная доставка. И как раз-таки вот этот вот цикл у меня уже собран. Потому что 900 страниц. Понятно, что читается долго относительно, да? То книги потоньше будут читаться побыстрее. Так что вот такой на этот раз был, значит, заказ из лабиринта. Что вы на этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»